Добрый день, с вами канал OpenTeacher. На этом канале мы с вами делаем очень много видео уроков, которые будут полезны для, во-первых, учителей. Мы рассказываем про ИКТ-технологии, про сферу образования, про то, какие конференции проходят, какие полезные ресурсы вам необходимо для этого использовать. Также эти уроки будут полезны всем людям, которые хотят изучить технологии. Как пользоваться Google Drive, как пользоваться YouTube, как делать там анимированные видосики. Мы делаем очень много полезного контента и, пожалуйста, если вы не подписались еще на канал, то подпишитесь сейчас. Будет еще очень много интересного. С вами я, Осет, я преподаватель со стажем 7 лет. Последний год я занимаюсь больше исследованием в образовании, но сейчас я делаю еще видео для вас. Сейчас я хочу поговорить про супер известный инструмент, который называется Kahoot. Про Kahoot мы уже делали несколько видео уроков до этого, и они были более информативны, и мы сделали их очень давно. Последний мы сделали в 2018 году, где-то в середине 2018 года. И за это время сервис Kahoot, говорят, изменился. Я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели, так ли это на самом деле. Также я хотел бы дать какую-то базовую информацию в начале, для чего нам нужен Kahoot. Kahoot это классный инструмент, который можно использовать в любой части урока для проверки знаний учеников. И чем он полезен? Тем, что когда ребята играют в Kahoot, а можно в Kahoot играть в двух модулях. Первый модуль это у нас тим на тим, команда на команду. Второй модуль это у нас индивидуальные соревнования. И учитель заранее создает кучу-кучу вопросов, заранее прописывает все ответы, выделяет правильные ответы с зеленым цветом, а потом запускает этот Kahoot. И каждому вопросу он дает время. Сколько этот вопрос должен, сколько времени есть у учеников, чтобы ответить на этот вопрос. И после этого он его запускает на интерактивной доске. Важно, чтобы была интерактивная доска, важно, чтобы была колонка, потому что в Kahoot есть очень классная функция. Можно добавить видео с YouTube, к примеру, да? Или там, не знаю, какую-нибудь mp3 можно поставить, в принципе. Вот это главные плюсы Kahoot. Давайте мы сейчас перейдем на сервис сам. Это основная страничка, страничка, извиняюсь, create kahoot.it. Это страница для создателей Kahoot, то есть для учителя. А ученикам вы даете ссылочку kahoot.it. Только эту часть вы даете. Окей. Давайте я его скопирую и оставлю в новой вкладке. Ага. И здесь можно зарегистрироваться. Если у вас еще нету аккаунта, то вы нажимаете sign up. Вот сюда. Нажимаете sign up. Потом ожидаете какое-то время, пока ваш интернет. Ага. И регистрируйтесь как преподаватель. Окей. Регистрируйтесь как преподаватель. И очень хорошо, если у вас есть Google аккаунт. Но если нету Google аккаунта, на нашем канале есть видео, как его создать. В принципе, там ничего сложного нету. Мне кажется, вы сами с этим легко справитесь. А если нету Google аккаунта, то вы можете зарегистрироваться через свой собственный email. Или через Microsoft аккаунт, если у вас есть Outlook. То есть тоже как бы вариант. А так как у меня, в принципе, аккаунт Google есть, я уже зарегистрировался на этом сервисе. Мне не надо еще раз нажимать sign up. Мне нужно нажать логин. Если у вас есть уже аккаунт на Kahoot, то нажимайте логин. Я ввожу свой логин и пароль и нажимаю логин. Ожидаю некоторое время. Загружается Kahoot. И вот мы находимся на основной панели Kahoot. Так, на что можно обратить внимание? Так, самая главная кнопочка. Вот она здесь находится. Называется Create. Это создание, собственно, вашего теста, вашей викторины. Еще что интересно для меня, мы еще создадим с вами вместе Kahoot. Что интересно здесь, это кнопочка Discover. Здесь можно найти уже готовые Kahoot. Kahoot вообще, пока он загружается, скажу вам, он есть в бесплатной версии, есть в платной версии. Я не знаю, что это в платной версии. Я пользуюсь только в бесплатном варианте. Этого мне достаточно для моих целей. Так. Ага. Здесь, когда вы нажимаете Discover, здесь все Kahoot, которые были созданы кем-то другим. К примеру, я хочу ребятам с вами объяснить тему о тригонометре. Объяснил эту тему на прошлом уроке. Я хочу взять у них быстрый тест. Я не являюсь учителем математики, просто мне это кажется более всего ближе, да. Я нахожу какой-нибудь тест, вот я нашел 10 вопросов, смотрю на вопросы, смотрю на ответы. Ага, 0,5. Так, так, проверяю. Ага. Если все нормально, то я просто нажимаю чужой Kahoot на своей интерактивной доске, нажимаю Play. И ребят прошу через свои мобильные телефоны, или через компьютер, или через ноутбук, зайти на сайт kahoot.it и получается сыграть игру. Ученика можно предложить два варианта. Вы сами можете это решить. Играть команда на команду, группой, либо играть, получается, классически, один на один. К примеру, вы выбрали там классический, да. Здесь еще также можно Game Options посмотреть. Game Options это опции для игры, да. Можно поставить вот музыку свою, потому что другие музыки можно поставить. Но их, к сожалению, в этой версии нельзя поставить, потому что это бесплатная версия. Но если вы купили, то можно поставить. Но в принципе на это можно не обратить внимания. Можно в целом приглушить звук Kahoot и поставить свою собственную музыку. Или вообще без звука играть. Так, Name Generator. Так, это получается, он автоматически создает имена для пользователей. Им надо будет просто зайти по пину, который у него будет на экране. Но имя свое писать не нужно. Это очень классная штука, чтобы не терять время. Да, но зачастую я это не делаю, так как мне нужно, чтобы ученики прописали свое собственное имя. Не там ни какое-то придуманное имя, чтобы я мог их оценить и потом скачать Excel таблицу. Это еще одна классная фишка Kahoot, то что в конце все результаты сохраняются в Excel таблице. И это можно загрузить. И у вас есть прям прямое доказательство. Вот ученик такой, такой, такой набрал столько-то баллов. И исходя из этого вы можете поставить эту оценку или либо там, ну для вашей отчетности. Randomized Order of Questions, это означает, что можно порядок вопросов изменить. Вот изначально у нас был такой порядок вопросов. Вы можете нажать на Randomized на On, и порядок у нас поменяется. Randomized Order of Answers, варианты ответа тоже меняются местами. Enable Two-Step Join, здесь получается двойная авторизация, я не вижу в этом смысла. Show Minimized Interest Relations, так-так-так, минимизированные инструкции по тому, как работать с Kahoot. Я думаю, это вы сами проговорите, объясните. Automatically Move to Questions. Автоматически уходить на вопросы. Вот это очень классная штука, то что... В Kahootе была раньше такая проблема, что надо обязательно нажимать на кнопку Next, следующий. И постоянно ты как бы появлялся на радаре учеников и мешал им, и закрывал им обзор. И это не очень удобно. Представьте, что 30 вопросов, ты 90 раз нажимаешь на мышку постоянно, и тебе необходимо постоянно там быть. Лучше Automatically Move to Questions, это очень крутая штука. Вот. Require Players to Rejoin After Each Kahoot. Эта штука, чтобы каждый, получается, игрок, ваш ученик, мог подсоединиться еще раз по-новому, когда открывается новый Kahoot. Собственно, это логично, так и, в принципе, и происходит. Хорошо. И потом нажимаете Classic. Да. И у вас такое окошко. Ready to join. И вот такой пин выходит. Вот у меня 460, 200. Музыка играет, не очень хорошая. Надо было выключить. Так. Вот такой пин-код у нас. Ученики должны через свой телефон открыть сайт kahoot.it и потом прописать вот этот пин, который выходит на доске, на экране. Они прописывают этот пин-код, прописывают свое имя. К примеру, я мог бы сейчас зайти через свой телефон. И как это будет выглядеть, вы можете, в принципе, увидеть, я думаю. Так. Kahoot. Набираю. Kahoot. playkahoot.it и прописываю, получается, этот геймпин, да. Пишу опыт титчера. И вот, смотрите, у меня вышло типа welcome, добро пожаловать на игру. И здесь тоже выходит опыт титчера. Кстати, у нас есть инстаграм. Подписывайтесь на канал опыт титчера в инстаграме. Так. После того, как все ученики зашли, он просто начинается. Я даже ничего не нажимал, так как я поставил аутсума циклей. И выходит там косинус там 183 градус минус х. Это равно там, я не знаю, я вообще не шарю в... Да. Ну, я угадал. Минус косинус х. Потом идет время какое-то определенное. Появляется результат на 5 секунд. Вот этого результата, вот этого не вышло бы, вот этого секундомера, если бы вы там не нажали бы галочки там автоматиклей. Обязательно это нажмите, чтобы все происходило автоматически. Вот. В принципе, на этом все. Я, наверное, вот эту часть закрою. И сейчас я вам покажу, как самому создавать kahoot. Так. Нажимаю kahoot. Переходим в главное окошко. Здесь у нас, получается, выходят все kahoot, которые я сам создал. Здесь интересная штука. Я до этого... А, это только платная версия, в принципе, не буду рассказывать про них про это. Latest Reports. Это последние игры, которые мы играли с классами. Toppics. Это все те kahootы, которые максимально популярны в интернете. Вообще, можно будет прям в kahoot и какие-то марафоны, эстафеты проводить. Реально, вот на школьном уровне можно проводить какие-то brain ringи, да, через kahoot. Это очень крутой tool. Так. Discovery, если у нас мы это уже сейчас смотрели. Он немного подвис. Давайте я нажму на кнопку Create, да, и мы создадим с вами свой kahoot. New kahoot. Fish with slides. Student selfie kahoot. Get to know your answer. Introduce new topics with a blind kahoot. Ну, смотрите, здесь написано новый kahoot. Это, наверное, стандартная версия. А преподавать с помощью слайдов. Это, наверное... Что означает этот знак? А, это премиум, да. Это значит платно. Это не подходит нам. Kahoot for formative assessment. Для формативного оценивания. Есть уже готовый шаблон. Это очень хорошо. Ведь template написано. Student selfie kahoot. Очень интересно. Get to know your teacher. А, познакомиться с преподавателем kahoot. Вау, это очень интересно. Introduce new topics with blind kahoot. Слепой kahoot. Вот этого не было раньше. Давайте мы посмотрим. Первое, я хочу, мне очень интересно. Get to know your teacher. Kahoot. Что это такое? А, вот это интересно. Смотрите. Шаблон готов. What is your teacher's name? Типа, какое имя преподавателя. И вот смотрите. Тот, который галочка отмечен. Здесь написано write your name. Мы пишем там. Опыт teacher, да. Вот. Картинки. Вот они идут получается у нас. Время здесь вы можете указать. К примеру, 10 секунд. Очки. За этот вопрос. Но имя учителя. Это же супер важно. Можно поставить там 1000, 2000 и либо 0, да? А есть ли... Можно ли этим управлять? Нет, этим нельзя управлять. Либо 0, либо 1000, либо 2000. Хорошо. Дальше, в принципе, понятно. Остальные вопросы вы можете сами подредактировать. Написать правильный ответ. Выделить его. Вот. Если вы хотите, чтобы другой вариант был правильным. Убирайте отсюда. И ставите, к примеру, сюда. Вот. А потом нажимаете на кнопку done. И нажимаете еще раз done. И у вас, в принципе, ваш Кахут готов. По шаблону мы его сделали. Выбираете, получается, для кого вы это делаете. Для школы. Имя Кахута, к примеру. Знакомимся с учителем. Нажимаете галочку. И нажимаете save changes. Наханите. Так. Это первый вариант, который мы рассмотрели. Играть его очень легко, ребята. Вот смотрите. Извиняюсь. Может. Нажимаете просто Mike Ahuts. Вот здесь, видите. Вкладочку. Кнопочку. И нажимаете play. И вы можете сыграть сразу с учениками. Давайте нажмем еще раз create. И посмотрим вариант, когда нужно делать Кахут с нуля. Без этого шаблона, да. Нажимаем кнопку create. Здесь все очень просто. Здесь мы пишем вопрос. В каком ряду основан канал у птичера. И здесь мы можем картинку вытащить. Upload image. Это означает загрузить свою картинку. Вы можете поставить сюда YouTube видео. Либо вы можете скинуть картинку из библиотеки, которая в Кахуте. В принципе, я думаю, что картинку закидывать смысл не сильно вижу в этом во всем. Но попробовать можно будет. Пусть такая картинка будет. Здесь добавляете все ответы. Правильные, неправильные ответы. И выделяете тот, который правильный. Палочка. Здесь еще такая классная штука, что вот этот болт, и можно выделить жирным, курсивом, x2, чтобы это все было как нижний регистр. Это как верхний регистр, как степени показывался. Вот. Все. После этого время отредактируете. Очки там, к примеру, 2000. И нажимаете на кнопку Add Question. Добавить еще один вопрос. И вы можете выбрать вариант. True, False. Правда или ложь. Пазл. Голосовалка. Пол. Или слайд. Давайте каждый из них посмотрим. Вначале посмотрим True, False. Тут тоже какая-нибудь картинка. Так. Так. Первый президент. США. К примеру, Томас. Тефаса. Правда или ложь, да? К примеру, я поставил ложь. И ставим время. На такие вопросы можно 5 секунд дать. И все. Так. После этого нажимаем еще одну кнопку. Посмотрим вариант создания паззлов. Никогда этого. А, это получается Pro-версия. Вот эти три нельзя использовать. В бесплатной версии только у нас можно делать True, False. И вот такие варианты ответа. Так. На этом все. Здесь можно вписать название Kahoot сверху. Мой Kahoot. Здесь можно делать описание. Сохранить в Мой Kahoot. Брендинг. У нас не ставится бесплатная версия. Язык у нас идет. Здесь русский язык. Так. Выбираем русский язык. Доступность. Доступна только вам. Чтобы никто не мог им пользоваться. Либо тоже сделать паблик. Чтобы один через кнопку discover. Могли найти ваш Kahoot. И другие учителя могли, чтобы этим пользоваться. И нажимаю там. Все. Все очень просто. Есть и другие такие интересные сервисы на нашем канале. Вы можете тоже посмотреть их. Я думаю, что всегда надо стараться разнообразить учебный процесс. И те учителя, которые используют то, что учеников на руках. И те учителя, которые разговаривают на одном языке с учениками. Это очень круто. Нажимаете done. И все. Ваш Kahoot находится в Майкахахут. И вы можете его запустить через кнопку play. В принципе, на этом все. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. С вами был канал LP Teacher. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok